Более 21 миллиона россиян оказались не в состоянии платить по кредитам в текущем 2023 году Данные приводят известия со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов Общая сумма задолженности всех этих людей составила почти 3 триллиона К слову, годом ранее наши соотечественники торчали ростовщикам и банкам на 200 миллиардов меньше То есть у нас прирост случился Плюс 200 ярдов невозвратных кредитов, ну вот же вот, а вы говорите достижений нет, рост налицо Правда речь в данном случае идет о росте долгов, но кому до этого есть дело Главное, что рубль укрепляется и санкции нам только на пользу от 21 миллион нищебродов Которые уже вряд ли вылезут из кабалы, да хрен с ними, верно? Мы с вами знаем, что одной из главных задач в этой сфере является борьба с повышением уровня доходов граждан Особенно среди тех категорий, которые получают наименьшие доходы Борьба с повышением уровня доходов граждан Но я хочу вас огорчить, вы совершенно не правы А что же в этой связи предпринимают, например, депутаты Госдумы, ну которые представляют интересы тех несчастных Как будто бы представляют интересы Ох, нашел! А депутаты предложили увеличить объем патриотической социальной рекламы с 5 до 10% И активнее транслировать такую рекламу в кинотеатрах перед показом фильма Чего? Того! Хотя действительно, зачем напрягаться и предпринимать какие-то попытки улучшить жизнь своей страны и ее граждан? Зачем заморачиваться, придумывая, как, скажем, вытащить из кредитной кабалы вот те 20 миллионов человек, о которых выше говорили? Сложно все это, гораздо ведь проще отдать там 100, 200, 300 миллиардов какой-нибудь Симоньяны и ее подельникам, дабы сняли вагон рекламных роликов о том, какая распрекрасная житуха у скрипцов начинается и вуаля, по-моему Тут только аплодировать танцующим в очередной раз можно, вы как считаете? Замечательно, поразительно, гениально Слушайте, я не узнаю вас в гриме, кто вы такой? А самое главное, это уже столько лет безотказно работает Одни говорят, слушайте, мы жрать хотим, а другие не переживайте Мы вам сейчас роликов патриотических напилим, покажем Вот это и называется народным единством Ну, повторюсь, работает же Они несу нас в ресторанах поглощают, закусывая все это дело фуа-гро и запивая шампанским вдова-клейку А ты макарошки пустые трескаешь перед телеком и думаешь, чем завтра детей накормить Но в общем и в целом вы оба патриоты И оба живете в великой стране Единство по-другому не скажешь Кстати, всех с праздником, с дном Это реальная журналистика И мы продолжаем Ну и раз программа у нас сегодня праздничная Все-таки государственный праздник отмечаем Учрежденный Владимиром Владимировичем О президентских выборах Предлагаю поговорить, которые состоятся уже в марте 24-го Или не состоятся И вот тут у меня для вас есть две новости хорошие В Кремле вроде бы определились с кандидатом от оппозиции Ну вы поняли, да, от оппозиции И станет таким кандидатом некто Борис Надеждин Что за зверь такой и с чем его едят Спросите меня вы Особенно те мои зрители, которые редко включают в зомбоящик Именно Это человек из зомбоящика Частый гость всевозможных скандалей и шоу На центральных телеканалах Мало чем отличающийся от других телесказочников Мелькающих у Скобеевой, Соловьевой и Норкиной Иногда правда может показаться, что чувак и правда Какой-то там оппозиционер, ну вот он Я чем больше смотрю на Путина и как он идет Я просто понимаю, это какая-то зловещая калька С правления Николая Первого Просто чудовищное количество совпадений Смотрите, в 1925 году Николай Первый случайно стал царем С Путиным та же история Так вышло, Николай Первый не должен был быть царем никак Там целая очередь была до него Дальше Великая победа 1812 года Все равно вы чаете Вообще всей вот этой российской легитимности Окончилось вот чем Николай Первый уверовал в то, что раз мы в 12-м году победили Значит мы и тут всех победим Повел антиевропейский курс И нарвался, вы не поверите, на Крымскую войну В ходе которой Россия оказалась одна Против объединенных сил Европы Еще и Османской империи Результат известен, да? Одна хорошая новость После того, как он ушел Следующий царь отменил крепостное право Сделал независимые суды А вот теперь переходим к новостям неприятным Для начала просто хочу озвучить немного фактов Из непростого и тернистого пути Бориса Борисовича в российской политике В которую он пришел в далеком 91-м Кстати, и так Член движения демократических реформ Анатолия Собчака Кто такой Собчак и кого он еще Привел в политику Объяснять, думаю, никому не надо В 95-м Надеждин выдвигается в Госдуму Уже от партии российского единства Сергея Шахрая Которая позже превращается Просто в единство А затем и в любимую всеми нами Единую Россию В 99-м вездесущий Борис Валилсов Ряды СПС Под крылышкой Чубайса И Кириенко Однако В 2008-м Мужчины с этими ребятами Тоже расстался И занял пост Одного из руководителей Правого дела Но и там Долго не задержался В 2011-м Осознал, что дело не такое Уж и правое Видимо, лед Квелек под кудрин Они там какую-то новую партию Собирались создавать Но это не точно И снова что-то пошло не так Поэтому в 2015-м Надеждин Внезапно Снова начал тяготеть К Единой России Даже принял участие В праймере С этой партии Правда, еще через год Участвовал в выборах Уже от партии Роста Титова Дальше В 2019-м Депутатом Надеждин Все-таки становится Правда, в подмосковном Долгопрудном И уже от Мироновской Справедливой России Теперь вот от Гражданской Инициативы В президенты собрался Ну что я могу сказать По-моему, очевидно Что господин Борис Борисович Принципиальный И целеустремленный Поэтика Главная Это вверт В своих убеждениях А? Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия Хотя я, если честно Не очень верю Что даже при таком По службном списке Надеждина Небезопасно Допускать до участия В нынешних президентских выборах У нас же народ-то Любит ушами А чувак умеет Красиво сказать Причем сказать То, что многие Сегодня хотели бы Услышать Я вам это выше Продемонстрировал Ну как Ельцин В свое время Горбачева И все Политбюро Уделал Чисто Напиаривить Уделал Ходил в народ Боролся с привилегиями Ездил в общественном Транспорте И много болтал Выгодно Отличаясь От всех этих ЦКшных Стариканов Нет Мы-то с вами Понимаем Что это было Всего лишь Красивой картинкой Для телевизора Но оно выстрелило Может быть Народ Ельцину Не очень-то И поверил Однако Запрос на все это В обществе В тот момент Созрел А история К слову Любит повторяться Для политика Очень важно Говорить с народом На одном языке Раз А во-вторых Говорить народу То Что хочет этот народ Услышать В данный Конкретном случае Не вообще А вот ты приехал В эту деревню Да Или в этот район Или в этот город Да Ты должен хорошо знать Что Чем живет Это Эти люди Ну а то Что в стране Страшнейший Политический кризис Мы это и так видим На настоящих Оппозиционных Политиках Давайте Вон Единого кандидата Они никак не могут найти Сперва Предложили Муратову Главному редактору Новой газеты И Нобелевскому лауреату Тут надо сказать Признанный Иноагентом И бла-бла-бла Отказался Муратов Затем Отказался И Ройзман Еще один Иноагент Экс-депутат Госдумы Экс-глава Екатеринбурга И видный Общественный деятель Почему отказались? Да потому что Побоялись И я их понимаю Вон Один Сходил ведь на выборы Я про Грудинин И сейчас Не победил Но завоевал Там симпатии людей Что по итогу Под такой пресс попал Врагу не пожелаешь Несмотря на то Что его кандидатура Была согласована В Кремле По бизнесу Прилетела Из Думы Выкинули Скорее всего Из большой политики Тоже кучу грязи На башку вылили Человек теперь старается Лишний раз Не высовываться И это повторюсь Согласованный кандидат А что же ждет Несогласованного В случае чего Предатель Родины Понимаете Есть такое понятие Предатель Родины Вот он один из них Раунд Но и это еще не все Там ведь и другие Кандидаты нужны Ну кто-то должен Размывать голоса Это во-первых Во-вторых Надо же показать миру Что в России Демократия Демократия Что у нас якобы Много претендентов На престол И великий кормчий Готов одержать Над ними верх В честнейшей борьбе Опять засада Кого? Вот этих дедов Из политбюро Снова выпускать На сцену Зюганова Миронова И так далее Но над ними И так уже все смеются Они уже в карикатурные Персонажи Превратились И мне иногда кажется Что памфиловским В том числе И им голоса Натягивать приходится Поскольку в реале Эти деды Нафиг Никому не нужны Выдергивают же из болота Каких нибудь Ноунымов Еще смешнее Повторюсь Для тех Кто на бронепоезде Властям в этот раз Как никогда Нужна видимость Очень серьезной Конкурентной борьбы С безоговорочным Разгромом соперников А не избиением Младенцев За этим голосованием Внимательно Будут наблюдать Во всем мире Вот Чтобы никакой Апасе Чтобы ни один Евродепутат Или американский Сенатор После даже Не пикнул А то они там уже Про какой-то Диктаторский Режим Верещат Пока Политический Кризис На самом деле Не хотел бы я Оказаться Сейчас на месте Кремлевских Идеологов Впрочем Кое-какие Соображения У меня Все-таки Есть Помните В конце Октября Госдума Внесла Поправки В закон О выборах Президента И поправки Эти гласят В случае Введения Военного Положения Выборы Могут быть Отложены На неопределенный Срок Во всяком случае Пока военное Положение Не будет Снято Как думаете Зачем Эти поправки В спешном Порядке Вносили Правильно Возможно Как страховку В случае Если ясности С грядущим Голосованием Так и не появится Еще раз Пока у нас По сути Есть Только один Более-менее Понятный Кандидат Ну Понятный Всем Где взять Остальных Впрочем У них Еще есть Месяц Полтора Два Чтобы подумать Вот Такая Загогулина Получается Как-то так Ладно Все переваривайте Опять Не очень празднично Получилось Но я старался Быть объективным Это была Реальная журналистика Сегодня Вот так Подписывайтесь На канал Лайки Репосты Приветствуются В соцсетях Тоже жду В друзья Добавляйте С темы Предлагайте Поднимем Обсудим Пока-пока Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова